Привет! Смотрите, какая зимушка в Москве. Какие дома красивые, деревья. Вот. Я хочу дать видеоотзыв на сессию. Даже на два сессии это сложно. Алиса проводила вчера из чата Жизнь без границ. Проводила вчера новое рождение. Мы очень много говорили о пуповине. У меня очень много знаний по этой теме было раньше. Но тех, которые она вчера дала, я никогда не слышала. Полезла в интернет, оказывается, есть такая информация, что и как происходит с пуповиной, с последом. Как это было раньше в разных культурах. Как это до сих пор происходит в балийской культуре. Послед вместе с ребёнком держит определённое время рядом с ним, чтобы полностью произошёл переход. Для ребёнка там огромное количество энергетических, чакральных энергий, питательных веществ. И мы исцеляли вот эту боль, эту травму. Когда меня мама... Мне почему-то мама очень подробно рассказывала про роды. Я спрашивала сама. Наверное, знала, что вот этот день наступит. Семь дней я лежала вместе с другими детками. Где-то там, в Узбекистане. А мама лежала отдельно. Роды были очень тяжёлые. Я весила 4,200. Мама весила 48 килограмм. И рост у неё был... 150 сантиметров. Я не представляю, как такая кружка вообще носила такого огромного ребёнка. И как она вообще сама родила. Алиса вчера сказала чудо, что вы спаслись. Одно потому, что полотенца выжимались и такое прочее. В общем, вот это всё. Вся эта боль, все эти травмы. Можно исцелить. Нужно исцелить. Я просто... Ну вот правда, заново родилась. Взгляд на мир другой. И мир другой. Я тоже, как психолог, консультирую очень много людей. И приходят люди на разные виды терапий. Но чем дальше я двигаюсь по жизни и в профессии, тем больше я убеждаюсь, что ну вот это хилинг, исцеление, целительство наиболее эффективно, наиболее быстро и наиболее адресная помощь. Обращайтесь. Алиса, привет и большое спасибо.